Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как выйти из зависимой привязанности к бывшему и найти нового любимого человека? В первую очередь хочется сказать следующее. Что, вообще говоря, сама постановка вопроса свидетельствует о том, что вы находитесь, по крайней мере, когнитивно, до сих пор вы ловушки, потому что вы, по-прежнему, словно говоря, хотите или пытаетесь найти нового любимого человека. То есть, по сути, вы хотите сменить одно на другое, по сути, вы хотите сменить силу на новое. Вот, поэтому задача заключается не в том, чтобы вы хотите в зависимости искать нового молодого человека, потому что, в принципе, перескать, перескать любимого человека и просто жить своей жизнью, идти к своим целям. И смотреть, кто будет встречаться, встречаться вам по пути. Дело в том, что, если искать, если именно искать, кого бы то ни было, то вы его, конечно же, найдете. Возможно. Вот. Но вопрос заключается в том, во-первых, кого вы найдете? То есть, кто будет этот товарищ, к которому вы найдете? Вот. Будет ли этот товарищ, хорошим, например. Это первый важный момент, на который нужно обратиться внимание. Вот. А второй важный момент заключается в том, а будет ли ситуация, ну, не повторится ли ситуация, не повторится ли с этим, значит, новым, молодым человеком, да, та же самая ситуация, что и с предыдущим. Вот. А вариантов, вообще-то говоря, очень-очень много. Возможностей для этого очень-очень много. Вот. А шансов на то, что так будет, очень много. К сожалению. Потому что ваша модель, поведенческая модель, она, скорее всего, будет, точно такой же, точно такой же. Вот. Если вы ничего не измените. А вы, скорее всего, ничего и не измените пока, потому что, на мой взгляд, вы, может быть, даже и не знаете, что вам менять. Ну и, соответственно, если вы, если вы, если вы не знаете, что вам менять, то вы будете просто повторять ту модель поведения, которая у вас до этого была. В общем-то. И все. И, как бы, и ситуация не изменится, она останется вот такой же и будет такой же. И все. Вот. Кроме того, кроме того, есть еще один важный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, он заключается в том, что вы каким-то образом оказались уже в зависимых отношениях. Вряд ли это произошло случайно. Вот. Ну, вряд ли это привязывало случайно. Вряд ли это случайно, что вы оказались в зависимых отношениях. Вот. Если вы в них оказались, значит, ну, это были какие-то основания. Вот. Нравится вам это или нет? И, соответственно, пока эти основания не будут выявлены, нельзя говорить о том, чтобы в принципе вам наступать в новые отношениях. А когда вы их выявите, если вы их выявите, то вам и новые отношения не так уже будут нужны. Вот. А в том смысле, что сможете вы обойтись и без них. нет, вам будет хотеться отношения. Это нормально. Это нормально. Нормально, что вас, ну, что вас будет как-то, ну, что вас будет это привлекать. Это нормально. но прям вот искать нового нового человека, прямо искать его. Это вот идея точно такая точно, а такая же по своей деструктивности, как и идея вступить в зависимые отношения. Только вы об этом не знали. Да. Вы об этом не знали. Вы не знали что вы находитесь в деструктивных отношениях. Вы об этом не знали. Это правда. Ну, так и сейчас вы сейчас тоже не будете знать, что опять попали в деструктивные отношениях с новым молодым человеком мужем. Вот. Понимаете? Как бы. То есть в этом смысле ситуация в этом смысле не изменится. Я вот об этом больше говорю. Вот. Я это хочу до вас донести. как-то. Понимаете, да? Я это пытаюсь пытаюсь сюда. Поэтому я и говорю, что вот эта вот идея того, чтобы искать нового молодого человека не разобрался с значит с эм 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 предыдущей истории вот на мой взгляд является ну по отношению к вам довольно-таки неуважительным. Неуважительным. так. Вот. Эм то, что эм то, что я должен вам сказать. позиции психологии и позиции психотерапии и так далее. эм вот как-то как-то так. Как-то так. Подкорректировать можно все и в зависимости помочь вам можно выйти от вопроса психотерапии. Обращайтесь. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.